Компион, которого ждали. Советский фронтовой истребитель МиГ-29. Малая артиллерия границы. Подготовка миномётчиков пограничных войск. Колёсные вездеходы. Главное средство тактической мобильности войск. Падение прусской цитадели. Штурм Кёнигсберга в апреле 45-го года. На рубеже 80-х у наших ВВС не было фронтового истребителя, отвечавшего требованиям тех дней. Отставание от американцев было существенным. Долгих 4 года нам нечего было противопоставить отличному американскому истребителю F-16. Но МиГ-29 стоило подождать. Новый советский истребитель сразу же стал чемпионом в своём классе. Новый советский фронтовый фронтный 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 ф В 1971 году КБ имени Микояна начинает разрабатывать принципиально новый тип легкого фронтового истребителя, предназначенного для завоевания превосходства в воздухе. Самолет должен был стать достойным противником своего американского оппонента, истребителя F-16, уже выпускавшегося в США. СССР серьезно отставал от стран Запада в области электроники. Из-за большого веса отечественной интеллектуальной начинки, нашим конструкторам приходилось жертвовать летными характеристиками самолетов. Тем не менее, МиГ-29 стал одним из лучших в своем классе реактивных истребителей четвертого поколения. Для 29-го была выбрана интегральная компоновка. Крыло и фюзеляж представляют единое целое. В конструкции использованы алюминиево-литиевые сплавы и применен углепластик. Основные воздухозаборники самолета расположены низко, и на взлете или при посадке в них могут попасть камни или гравий. Поэтому конструкторы применили интересные решения. На верхней поверхности крыла сделали дополнительные воздухозаборники. Во время запуска двигателей, руления, взлета и посадки работают именно они. Основные в этот момент закрываются заслонками. МиГ-29 стал воплощением лучших инженерных решений своего времени. Одной из них – радиолокационная станция, позволяющая обнаруживать воздушные цели, в том числе и низколетящие на больших дистанциях. Радиолокационная станция – глаза любого самолета. В дополнение к ней, на МиГ-29 впервые в мире установили комбинированную оптико-лазерную систему. Она позволяет истребителю, не включая радара, скрытно выйти на рубеж атаки. Кабина МиГ-29 оснащена системой отображения информации на фоне лобового стекла и нашлемной системой цели указания «Щель». Пилоту достаточно взглянуть на цель, и она тут же будет взята под прицел электроникой боевых ракет. 29-й говорит со своим пилотом женским голосом. Речевой информатор летчики прозвали «Рита». Эта бдительная особа предупреждает об опасном режиме полета или угрозе со стороны противника. Катапульта МиГа устроена так, что пилот может спастись, даже покинув машину на нулевой высоте. Первый полет МиГ-29 состоялся 6 октября 1977 года. В начале 80-х новые МиГи начали поступать в строевые части ВВС, заменяя устаревшие МиГ-21 и МиГ-23 ранних серий. 29-е произвели в войсках фурор своими пилотажными возможностями. За право летать на них многие летчики жертвовали престижными должностями, высокими окладами, покидали насиженные места в гарнизонах. Этот самолет понравился мне с самого начала. И как показала современная жизнь, МиГ-29 оказался одним из самых живучих самолетов в нашей стране. Он легок в управлении, является идеальным самолетом для обучения курсантов в военных училищ истребительных, и также переучения летного состава с других типов самолетов. Летаю на МиГ-29 15 лет. За это время он стал для меня родным. И я считаю, что лучшего самолета МиГ-29 в нашей современности пока еще нет. МиГ-29 становится мировым лидером среди истребителей своего класса. По эффективности в ближнем маневренном воздушном бою он превосходил основных соперников – американские истребители F-15A и F-16A. МиГ-29 с самого начала получил ракеты как малой, так и средней дальности, с тепловыми и радиолокационными головками самонаведения. Интересно, что американские легкие истребители F-16, самолет с которым принято сравнивать МиГ-29, получил ракеты средней дальности всего лишь несколько лет назад. Помимо ракет в комплекс вооружений МиГ-29 входит очень эффективная скорострельная 30-мм пушка. Зарубежные специалисты впервые смогли оценить достоинство 29-го на авиационном салоне в английском Фарнбуро. Самолет продемонстрировал столь высокий уровень управляемости, что было очевидно, что маневренный бой МиГ-29 с любым противником может закончиться только в его пользу. Тяга двигателя МиГ-29 превышает вес самолета. Это значит, что истребитель может просто стоять на хвосте и даже начать набирать высоту с ускорением. Впервые военный реактивный самолет выполнил фигуру высшего пилотажа «Колокол», доступную раньше только спортивным самолетам. Специалисты по достоинству оценили и эффектный внешний вид машины с лебединой шеей. Мировая пресса была единодушна в оценках. Русский МиГ-29 украл этот салон у всех авиационных фирм. Впрочем, у МиГ-29 имелись и недостатки. Не слишком экономичные и долговечные двигатели. Меньший по сравнению с F-16 боевой радиус действия. К тому же самолеты ранних серий не могли эффективно атаковать наземные цели. Помимо советских ВВС, 29-й начали поступать на вооружение армий братских и развивающихся стран. В марте 1988 года первые новые МиГи получили и ВВС ГДР. После объединения двух Германий 24 самолета достались Люфтваффе. Немецкие летчики, ранее пилотировавшие «Фантомы», «Торнадо» и «Старфайтеры», пересели на российские истребители и тут же, что называется, почувствовали разницу. Мечта любого пилота. Немцы называли МиГ-29 именно так. К началу 1990-х годов МиГ-29 стал одним из самых массовых истребителей четвертого поколения. Он уступал по тиражу лишь американскому F-16, серийное производство которого началось на несколько лет раньше. Сегодня 29-й стоит на вооружении 27 стран. МиГ-29 создавался с расчетом на долгую перспективу. В конструкцию самолета были заложены большие возможности по модернизации. Сегодня появились новые модификации МиГ-29. История истребителя продолжается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире «Военное дело» сегодня в нашей программе. Точка приложения сил. МиГ-29 «Фалкру». Современные модификации российского фронтового... ...сетилетия – огромный срок для развития военной техники. И именно такой срок лучший легкий истребитель 80-х МиГ-29 был вне конкуренции. Но и соперники не сидели сложа руки. Наш истребитель стал отставать по возможностям бортовой электроники и по вооружению. Ситуацию исправило появление новых модификаций нашего самолета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На рубеже 90-х годов прошлого века ведущие мировые авиаконструкторские фирмы трудились над созданием многофункционального боевого самолета, эффективно работающего как по воздушным, так и по наземным целям. Свойство многофункциональностей приобрел и самый массовый американский истребитель F-16. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корпорация МиГ не осталась в долгу. 29-й был спроектирован на редкость удачно, и возможности его модернизации были огромны. Разработки велись по двум направлениям. Первое предполагало малую модернизацию, наращивание возможностей комплекса вооружения без сколько-нибудь существенного изменения планера и борта. Второе, более радикальное, предусматривало внесение изменений в конструкцию планера и формирование нового цифрового комплекса радиоэлектронного оборудования. Вскоре появляются две новые модификации 29-го. МиГ-29С с расширенными возможностями бортового локатора и большей дальностью, и МиГ-29М. Первый успел поступить на вооружение ВВС, другой так и не пошел в серию и остался лишь в опытных экземплярах. Хотя весной 1992 года на показе новейшей авиационной техники на белорусской авиабазе в Мочулищах истребитель поразил президента Ельцина, пообещавшего немедленно дать перспективной модели зеленый свет. Дальше громких заявлений дело не пошло. На МиГ-29М были установлены электродистанционная система управления и многофункциональная радиолокационная станция ЖУК, позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 100 километров. Новая РЛС могла скрытно сопровождать до 10 и вести одновременный обстрел до 4 воздушных целей при использовании ракет с активной головкой самонаведения. Новое вооружение предусматривало залповый пуск оружия с теленаведением. Параллельно с созданием самолета МиГ-29М начались работы над его корабельным вариантом. Из-за недостатка финансирования эта перспективная программа в начале 90-х была прекращена. Но через несколько лет работы над корабельным 29-м возобновились. Ситуацию с МиГ-29К буквально спас зарубежный контракт. МиГ-29К. Корабельный. Этот самолет уникален во многом. У него цифровая система управления. Он может нести до 5 дополнительных топливных баков. У него 9 точек подвески вооружения. И еще двигатели. Они самые мощные из всех, которые ставятся на МиГ-29. В чрезвычайном режиме при взлете или припосадке на авианосец тяга каждого из них достигает 10,5 тонн. Для сравнения, тяга двигателя базового МиГ-29 чуть больше 8 тонн. Большая партия этих машин вскоре поступит на вооружение ВМС Индии, купивший у России авианосец адмирал плота Советского Союза Горшков. После нескольких лет застоя, когда ВВС России, казалось, полностью отказались от дальнейшего совершенствования МиГ-29, работы по дальнейшему развитию самолета возобновились. Со второй половины 90-х корпорация МиГ приступает к работе над модернизацией базового истребителя. Новый МиГ-29 СМТ должен отвечать требованиям истребителя 21 века. По боевым возможностям он приблизится к модификации МиГ-29М. Нескушенный человек, взглянув на 29-й СМТ, не найдет никаких внешних отличий от базовой модели. Увлекающийся авиацией сразу заметит штангу дозаправки в воздухе, расширенную номенклатуру вооружения и, в первую очередь, ракеты воздух-поверхность. Но главное внутри. Это новая бортовая радиолокационная станция и прицельно-навигационный комплекс. Улучшенная эргономика кабины, позволяющая летчику без лишнего напряжения использовать все возможности боевой машины. Суть сегодняшней модернизации заключается в том, чтобы в основном нарастить возможности по радиоэлектронике, по возможности радиолокационной станции, возможности информационно-управляющего поля, возможности вооружения. И мы специально не гонимся за внешними отличиями. И внешние отличия тоже функциональны. Специалисты корпорации МИГ уверены, что МИГ-29СМТ станет по-настоящему многофункциональным истребителем, самолетом, выполняющим любые задачи. МИГ-29М2 – самая современная на сегодняшний день модификация этого самолета. В этом варианте он получил радиолокационную станцию. Раньше МИГи-Спарки РЛС не имели и были скорее учебными, а не боевыми самолетами. Двухместный МИГ-29М2 стал полноценным боевым истребителем. Истребительная авиация сегодня – это не только выполнение боевых задач, но прежде всего огромная информационная нагрузка. Именно поэтому многоцелевой истребитель во многих странах все чаще исполняется в двухместном варианте. Один летчик пилотирует машину, другой – оператор – управляет прицельно-навигационной системой. Экипаж из двух пилотов позволяет эффективно работать по поверхности, вести картографирование, обнаруживать и опознавать наземные цели и одновременно ввести оборону и атаковать самолеты противника. Профессионалы, испытавшие не одну боевую машину, по достоинству оценили МИГовскую новинку. МИГ-29 – это солдат. Я бы сказал, это как автомат Калашникова, который надо зарядить, заправить, и он полетит. И он выполнит ту задачу, которая перед ним поставлена. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...